Капитан Н и новый мир Супер Марио Когда я попал в игру, я не мог поверить, что действительно оказался в видеомире. Но сколько я здесь нахожусь, одно приключение интереснее другого. Возможно, я никогда не вернусь домой. Что я могу сказать? Я расстроен. Мир Супер... Капитан Н. Несчастье в лесах Робин Гуда. Автор сценария Дороти Миддлтон. После удачного выполнения миссии в мире драконов, Капитан Н. и Карр остановились в средневековом лесу Ноттингема, чтобы починить старый вагон. Скажи еще раз, каким хорошим драконом-воином я сегодня был. Ты был просто потрясающим. Да, верно. Смотри, оружейный магазин. Я куплю новый лук. Будь осторожен. Мы не знаем этот мир. Я разумный человек. Отдай мне остатки золота, и я пощажу твою жалкую шкуру. Клянусь, Шрифт, я отдал все, что у меня было. Тогда зачем мы теряем здесь время? Вот еще полно владельцев магазинов и крестьян, которых нужно успеть обойти до начала турнира по стрельбе из лука. Минутку, Шрифт. Мне кажется, его нужно обыскать. Тут есть золото. Я чувствую. Нет, принц Джон, нет. Клянусь и надеюсь... Я припрятал это для нищих. Какое благородство. Значит, ты не против пополнить их ряды? Эй, что тут происходит? Кто бы ты ни был, уходи тихо, и я забуду о твоем вторжении. Это вы уйдете, Шрифт. И без золота. Хм, кто сказал? Пара сопливых мальчишек? Нет, я и Капитан Энн. О, как быстро пролетело время. Пора нам возвращаться во дворец, Шрифт. Вы заплатите за это безобразие. И вы тоже. Давай, покажи, Майкар. Помогите! Охрана! Мамочки! Что будем делать, Капитан Энн? Не знаю. Я никогда не играл в эту игру. Не возражаете, если вмешаюсь? Робин Гуд? Как хорошо, что ты к нам присоединился. Потанцуем. Кто-нибудь из вас знает, что такое валять дурака? У нас дома это настоящий хит. Нет, покажешь нам? Думаю, вам лучше остановиться на двойном шаге. Я должен был догадаться, кто за этим стоит, Капитан Энн. Каждый враг Шрифа и Принца Джона наш друг. Я еще вернусь, Робин Гуд. А я думал, что Робин Гуд – это просто легенда, о которой я читал в книгах. Каждый из нас вносит свою лепту, Капитан Энн. Скажи-ка еще раз, как называются эти штуки в перьях? Я уже говорил, это мои волшебные крылья. Больше похоже на крылья феи. Да, малыш Джон? Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! О, да брось ты, Фри Артук. Я такой же герой, как вы. Я стреляю из лука лучше любого из вас. И я это докажу. Сегодня на турнире золотая стрела. Хм, интересно. Я бы не прочь выиграть эту золотую стрелу. Победителем буду я. Ха-ха-ха-ха-ха! Похоже, сегодня ты познакомишься с Миледи Мэриан. Робин, сколько раз я просил тебя не лезть в неприятности? Эй, Мэриан не виновата, что принц Джон – ее дядя. Хе-хе. Пойдем в денежное хранилище, где мы сможем побыть наедине. О, отлично! Я должна узнать, что задумали эти двое. Что это? Да, турнир – это отличный шанс поймать преступника. Даже если он явится инкогнито, тот, кто выиграет, это и есть Робин Гуд. Этот самовлюбленный тип всегда любил покрасоваться. А когда твоя племянница протянет ему золотую стрелу, ловушка захлопнется. О, нет. Я должна предупредить Робина. А вот и сладкая приманка для моей ловушки. Я никогда не буду участвовать в твоих темных деяниях. Никогда не говори никогда, моя голубка. Слушайте все! Тихо! Турнир «Золотая стрела» начинается! Я бы не смог выстрелить лучше, Робин! У-у-у! Тоже мне. Ты получил всего пять сердечек, а для победы нужны бриллианты и рубины. Они дороже рубинов и бриллиантов. Они восстанавливают жизненную энергию. Я покажу вам настоящую энергию. Пошли, герцог. Тебе помочь, малыш? Прости, Икар, но на них налезло только это. Твой друг слишком нежный, капитан Энн. О, не волнуйся за Икара. Он сильный парень. Смотри, Кевин, вот она. Моя возлюбленная, миледи Мэриан. Я посмотрю на диву Мэриан потом, Роб. Я пытаюсь выиграть приз для своей возлюбленной. Прекратите, милорд! Не понимаю, почему я должен одеваться в платье? Я ужасно выгляжу в розовом. Потому что я на турнире. Мы можем спугнуть этого вора Робин Гуда. Хм, интересно, кто из них он? Единственный, кто осмелился показать лицо, этот шут с крыльями. Слушайте все! Двое финалистов! Выйдите вперед, когда назовут ваши имена! Ну что, герцог, наш момент славы. Икарс Олимпа! Я и не думал, что он на такое способен. Шериф Ноттенгема! Эй, молодец! Эй, ты украл мою стрелу! Ты жульничал! А говорят, жульничество не доводит до добра. Отойди, неудачник, я победил. Леди, я пришел бороться за золотую стрелу и поцелуй. Привет, любовничек! Охрана, арестуйте его! А? За одним хорошим шагом нужен другой! Алиэ! Ура! Посмотрим, кто будет смеяться последним. У меня еще есть туз в рукаве. Или, правильно сказать, дама в башне. О-о-о! Если вы все не сдадитесь, она навсегда останется там заперти. Я не могу говорить за других. Но если вы освободите, миледи Мэриан, я ваш. Робин, нет! Спасайся! А-а-а! Не знаю, что делает эта стрела, но надеюсь, это будет лучший выстрел в моей жизни. Ура! У-у-у! Ты маленький герой, Икар. Добро пожаловать в нашу семью. А-а-а! Трижды ура, залучника Икара! Гип-гип, ура! Гип-гип, ура! Гип-гип, ура! Капитан Н Погоня за магическим обручем. Автор сценария Мэтт Юс. В безумном мире обруч, Лэнда, день обруча. День, когда все состязаются за осуществление своих самых дерзких желаний. Берите свои счастливые баскетбольные мячи, бросайте их в магический обруч, и ваши мечты избудут. Когда я заброшу мяч в обруч, я пожелаю, чтобы твой папа вернулся домой. Я знаю, как тебе его не хватает, Лана. Спасибо, Кевин, но я тренировалась, чтобы сделать это самой. О-о-о! Прости, герцог. Похоже, мне нужно было больше тренироваться. Смотрите, а вот и чемпион. Ух ты! Это Ларри Бёрд! Потрясающе! Ваше высочество, мы рады, что вы и ваши друзья смогли посетить нас в День обруча. Я никогда не думал, что увижу короля баскетбола собственной персоной. Ну-ка, Бёрд, покажи нам, на что ты способен. Простите, долг зовёт. Эй, что там происходит? Я ничего не вижу! А, это ты безнадёжный? Ты вечно путаешься под ногами. Я не виноват, что я низкого роста. О-о-о! Если хочешь загадать желание, не думай. Лучше возись со своими изобретениями. Я изобрёл всё, что есть в обруч, Лэнди. Но все считают, что я не стою обруча. Пришло время заставить их обратить на меня внимание. Привет, хозяин. Хочешь поиграть с рикошетом? Да. Я покажу тебе последние обручи. Офи! О, нет! Неумеха! Ты вообще хоть что-нибудь умеешь? О, похоже, удар по голове выбил обруч. Тихо, тихо! Будь хорошим маленьким роботом. Дай мне мяч. Ой! А-а-а! Он зашёл с ума! Прекрати! Время вышло! Думаю, это поможет. Это мой единственный шанс стать таким же высоким, как остальные. День обруча! Обруч-гана открывается! Нип-нип! Ура! День обруча! Запомни, рикошет. Ты должен забросить мяч и пожелать, чтобы я стал высоким. Дорогу чемпиону! Этот бросок для тебя, папа. А? Быстрее! Загадай желание! Загадай желание! Запомни, забрось безнадёжного и пожелай, чтобы рикошет стал высоким. Нет-нет! Ты загадал не то желание! Никчёмный робот! Нет-нет! Ты загадал не то желание! О, нет! Он снова ударился головой! Что я наделал! Клянусь, я никому не желал зла! Ты должен его остановить! Я его остановлю, как только узнаю, как это сделать! Отойдите назад! Я выстрелю в него всем, что у меня есть! Пожалуйста, не сломай его! Он мой единственный друг! Ты сказал, что он твой друг? Ого! Пора возвращаться на базу! Это тот бросок, когда я не промахнусь! Мне бы только подойти к нему, чтобы затянуть ослабшие обручи! Даже если ты это сделаешь, это не изменит его размер! Есть лишь один выход. Мы должны подняться на обруч гору и загадать другое желание. Э-э-это никому никогда не удавалось! Он прав. Никто не мог этого сделать. Но команда, возможно, сможет. А когда мы остановим сумасшедшего робота, возможно, у меня будет второй шанс загадать желание. Тогда чего мы ждем? Пошли! Придя к обруч горе, наши герои столкнулись с первым препятствием. Похоже, мы должны забросить мяч в этот обруч. Ширина этого каньона метров 12. Надеюсь, тебе повезет, капитан Эн. Он не долетит! Я говорил, для этого нужна команда. Проход исчез! Не теряйте время попусту! Единственный выход отсюда сверху! Кто это сказал? Я, я человек часы, хранитель магического обруча. Если вы хорошо играете, то сможете меня победить. Но я сомневаюсь. Ладно, умник, начинай. Нет, это вы начинайте. У вас ровно одна минута, чтобы забросить мяч. Давайте, мистер Бёрд. Тут есть малыши, о которых я забыл вас предупредить. Простите. Не может быть! Летучие мыши! Ребята, их становится больше! Я держу мяч! Я держу мяч! Вот! Десять секунд! Что случилось с моей защитой? Их слишком много! Пять секунд! Считаю! Четыре! Три! Две! Одно! На этот раз вас ждёт рыба-дыра! Герцог, назад! Я не верю часам! Рыба-дыра стреляет дырами? О, нет, она разгадала! Что ж, посмотрим, как вы их обойдёте. Я падаю! Держись! Я за тобой вернусь! Обещаю! И не мини-мини-мини-мунелли! Один круг ведёт к обручу, а второй к погибели! Ха-ха-ха! Давайте бросим жеребий! Тут нет времени. Я бросаю первый. Теперь всё зависит от вас троих. Идите! После всего, что было, это просто... Слишком просто! Время выходит! Быстрее! Быстрее! О, нет! На-на-на-на-на-на! Ты проиграл! А-а-а! Это нечестно! Я должен выиграть! Я всегда выигрываю! Лана, у тебя получилось! Загадывай желание! Если вы загадаете, чтобы вернулся ваш отец, я пойму ваше высочество. Я этого не сделаю. Как не сделал бы мой отец? Я хочу, чтобы рикошет стал таким, как раньше. Простите, что доставил так много неприятностей. Я лишь хотел понравиться людям. Нет, безнадежный. Это жители Обручленда должны извиняться, потому что совсем тебя не ценили. Ах, мистер Бёрд, вы так добры! Разве вам не нравятся истории со счастливым концом? ДАШ, МАК, ЖИТИ, СТИНГБЕРД и КЛАЧ Это знаменитые собаки Турбо из Гонка Града. На гоночной трассе они отчаянные соперники. Однако победа – это не самое главное для них. Заполняем баки! Нас ждут гонки, смешные приключения и уроки житейской премудрости. Прямо сейчас на Кицко! Субтитры создавал DimaTorzok